Принёс две пробки от расширительного бачка и здесь находятся у меня три пружинки впускного клапана. Я хочу узнать давление этой пружинки на впускной клапан и как плотно этот впускной клапан будет прилегать к седлу и будет ли удерживать давление воздуха в расширительном бачке выше атмосферного, а также при остывании двигателя в расширительном бачке будет происходить разрежение воздуха. И это разрежение воздуха будет преодолевать давление этой пружинки и приоткроет этот впускной клапан. А потом будет всё наоборот. И эта пружинка будет преодолевать разрежённый воздух и закроет отверстие этим впускным клапаном. И там будет находиться разрежённый воздух за счёт давления этой пружинки. Но как давление этой пружинки узнать в разряженной зоне, я буду показывать этот тонометр, у которого есть цифры, которые можно перевести в бары. Что я и сделал. Я взял вот эту цифру 80. Теперь она будет 0,1 бар. И если по прямой через этот ноль перевести в эту сторону, то здесь будет тоже 0,1 бар. Тут будет 0,08. И здесь будет 0,08 через этот ноль по этой прямой. Эта пружинка находится в решительном бачке, в зоне разряжения. И у ней есть давление. Но как это давление пружинки узнать на этот клапан? А вот эта пружинка находится под атмосферным давлением. Здесь можно легко узнать давление этой пружинки на клапан. А здесь мы узнаем постоянно. Делаем вдох и выдох. Но это неправильно. Так нельзя делать. Но здесь давление есть. Надо узнавать давление, а не вдох и выдох. Также почему-то начинаем резать. Режем, режем и узнаем какое-то давление. Как узнать можно давление? Мы эти все цифры переносим как бы в эту сторону, в разряженную зону. Только таким способом мы можем узнать, если стрелка становится на какой-то из этих цифр в разряженной зоне. И мы будем знать, какое разряжение, а также какое давление имеет этот клапан. Вот трубочка идет через этот тройник. Вот сюда буду накачивать и откачивать воздух. И в какой-то момент я закрою эту трубочку и стрелка становится. Вот теперь приблизительно я вам покажу. Беру, заткну ладонью и накачаю воздух через трубочку и закроем. Вот так приблизительно будет работать нормальный клапан, когда будет стрелка останавливаться и замирать на какой-то цифре. Либо в разряженной зоне, либо выше атмосферного. Беру, собираю клапан, любую пружинку беру. Ну, возьмем вот эту вот длинненькую. Беру седло, накрываю. И собираю полностью. Так. Ну, теперь любую из них берем. Беру вот эту вот. И устанавливаю. Беру пластилин. Сделал вот такую вот воронку по кругу. Посередине остаются отверстия. Далее. Закрываю это все дело. Прижимаю сильно. Закачиваю воздух и останавливаю, заткнув это отверстие. Закрываю. Ну, вот. И это вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...